Добрый вечер, добрый вечер. Прошедший год подарил вам высшую ступень пьедестала, труднейшего творческого соревнования, большая опера. Изменилась ли после победы ваша жизнь? Изменилась, конечно же, в лучшую сторону, потому что каждый певец, он все-таки мечтает о реализации. И вот благодаря этому конкурсу я могу сказать, что у меня появились предложения в театры, в российские театры. И я могу петь, это для меня очень важно. Интересно, внутреннее ощущение, с какого момента вы поняли, что получается, что шансы по-настоящему высоки стать победителем? Вы знаете, до последнего не мог представить себе этого, потому что это конкурс, это нервы, это постоянная подготовка. Это ты волнуешься и ты не думаешь о том, что на каком ты там месте, на какой рейтинг у тебя или у твоих соперников, у твоих коллег. Это происходит само собой. Ну, конечно, уже в последнем этапе было все понятно, наверное, для меня. Я уже тогда осознал, ну, подсчитал, осознал, но не буду лукавить. Тогда уже у меня стало понятно. На конкурсе для вас были планки очень высокие. Ну, как на спортивных соревнованиях, когда выходят атлеты, зная, что никогда такую высоту или такой вес они не брали. И здесь, с учетом обстоятельств, с учетом адреналина, они делают нечто такое, что называется, ну, как минимум, собственным рекордом. Хорошо, если это совпадает и с мировым. Вот такое у вас было на Большой Опере? Было, было, было. Это был тур, где мы пели Верди. Для меня Верди, это, конечно, как новая книга, да, на каком-то языке, которого я не знаю. Но пришлось взять Арию Либерскриптус, потому что он не писал для контртенора, к сожалению. Мне очень нравится музыка Верди. Ну, и вот для меня это была вот эта планка. Ваша вокальная школа, это школа выдающейся оперной певицы Тамары Ильиничной-Синявской, народной артистки Советского Союза. То, что она была председателем жюри, это был осложняющий жизнь фактор? Или все-таки чувствовали поддержку, помощь? Ну, я прежде всего говорю, конечно, о флюидах. Это в первую очередь осложняющий фактор, потому что никто так лучше не знает себя, как твой педагог. Это такой ухо, которое знает все твои грехи и плюсы и минусы. И удивить это ухо очень тяжело. Очень тяжело. Ваше знакомство несколько лет тому назад, оно для вас каким было? Вот сейчас, как вы это вспоминаете? Да, это было почти 9 лет назад. Мы познакомились в ГИТИСе, в какой-то аудитории, где Тамара Ильинична пришла прослушивать меня и еще одну студентку. Мы с ней пели вместе дуэт с Яной Мелькаевой. Это по совету Розеты Яковлевны Немчинской произошло, да? Да, да, да. Конечно, было волнение еще больше, потому что это кумир, это что-то было такое недосягаемое, что нельзя потрогать. Знаете, вот мы смотрели и не знали, что сказать в тот день. Но прослушивание прошло, я надеялся, что Тамара Ильинична возьмет меня в свой класс. Это произошло, она взяла у меня свой класс. Мы вот 5 лет отучились в ГИТИСе. Потом я поступил к ней в аспирантуру. Вот сейчас закончил ее. С чем она в вас боролась? И в качестве продолжения вопроса, что вам в себе не нравится, с чем вы смирились, а с чем продолжаете сражаться в себе самому? Ну, я сражаюсь всегда с собой. Мне никогда ничего не нравится во мне. Может быть, что-то понравится, то, что я когда-то делал, оно не получалось, а сейчас начало получаться. Я еще могу сделать себе такую скидку. А так я очень самокритичен и придираюсь к себе. А Тамара Ильинична Синявская? Тамара Ильинична очень любит правильное пение. Ну, это естественно. И, конечно же, совершенство – это ее самое главное. То, что надо совершенствовать, совершенствовать, совершенствовать. Все. Начиная от дыхания, ну, я не говорю интонации, это само собой должно быть. Если совершенствовать, то и, наверное, расширять репертуар. И как раз об этом я хотел поговорить. Вот вы уже сказали, что Верди не писал для контртенора. Ну, и действительно, согласитесь, что репертуар для такого редкого голоса не в каждой опере присутствует. Роль для мужчины контртенора тоже. Что делать? Или хватает всего? Нет, вы знаете, очень много опер, старинной музыки. Как опер, так и ораторий, так и кантат, где могут петь контртенора. Потому что музыка изначально писалась для кастратов. Это потом уже, когда кастраты ушли, появились контртенора. А правда ли, что последний кастрат пел еще в начале 20 века? Да, 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 было такое. Но записи, к сожалению, не сохранились, потому что я искал, у меня была работа в аспирантуре, посвященная именно контртенорам, кастратам. И записей не осталось, к сожалению. Просто очень интересно послушать именно пение кастратов. Но ведь обладатели высоких мужских голосов называли фальцетистами. Это было еще в средние века в Испании. Вот каким образом они пересекались, фальцетисты и появившиеся в Италии, и ставшие просто культовыми певцы, достаточно вспомнить Фаринелли, кастраты? Ну, фальцетисты были до кастратов, как оказалось, да, пели тоже в храмах, в церковной музыке. Ну, потом, как мне известно, появилась мода на кастратов. Это сначала была модой. Это потом уже стали применять эти голоса, потому что никто не слышал такого рода голос, потому что, как говорят, что женский и детский, и мужской в одном флаконе голос. И тогда, конечно, кастраты потеснили фальцетистов. Но в 20 веке опять все пришло. Ну, и тут, наверное, Владимир, нужно сказать спасибо англичанину Альфреду Деллеру, который спел партию Аберона. Просто фальцетом он спел в опере «Сон в летнюю ночь». Это Бриттона. Это Бриттона. Хорошо. Так, а русская классика? В 2011 год, Большой театр. Вы на сцене в опере Руслана Людмила в партии Ратмира. А что еще может подарить русская классическая оперная школа? Ваню из Ивана Сусанина. Это, по-моему, как раз Синявская пела. Да, конечно, конечно. Лель из Снегурочки. Что еще у нас? Чайковский, Ориоза Воина из кантаты Москва. Ну, вы знаете, не так много, но есть что спеть. Но в планах Большого театра сейчас есть продолжение работы с вами в качестве солиста-контратенора? Вы знаете, я не знаю планов Большого театра, к сожалению. Но надеюсь, что будем сотрудничать. Хорошо. Но есть исключительно уважаемые театры на просторах нашей страны. Новосибирский театр оперы и балета, где критика единодушно признает вашего Зибеля в опере «Фауста Гуно» как, ну, очень-очень удачную. Вот о сотрудничестве с этим театром, каково участвовать в необычной постановке, потому что там и животные на сцене, и прочие, ну, пусть на меня не обижаются, в этом театре, кунштюки, связанные с привлечением публики. Я говорю это слово, понимая, что публику нужно привлекать, в том числе и всевозможными приемами. Каково работать? Очень люблю этот театр, очень. Вы знаете, как-то вот полюбил, как-то сошлись, и все замечательно. И вот жду всегда с нетерпением поездок туда, потому что это обычно бывает 3-4 спектакля подряд, у меня замены нет. И я вот эти 4 спектакля пропою, 3, и уезжаю на какой-то срок, там, месяц-два, потом обратно возвращаюсь. Но для меня это выходить на сцену в театр, театр большой очень, это вот замечательно. Акустика. Вообще спектакль самый очень масштабный, очень масштабный, очень красивый, очень красочный. Мы постарались, постарались. Если мы говорим с вами о ваших сольных выступлениях, насколько вы позволяете расширять рамки своего репертуара? Возможно ли включение в программу эстрадных, даже шлягерных каких-то вещей? Позволяете ли вы себе это? А почему нет? Если у меня получается, мне сначала нужно это попробовать. А вы не пробовали еще? Пробовал. Ну как, я для себя пробовал что-то. Конечно, я с удовольствием. Почему? Вся эстрада советского периода – это замечательная эстрада, это замечательные песни, это прекрасная музыка. Ну вот назовите одну-две песни тех советских времен, которые вам совсем по душе. Ну, «Блантер», я очень люблю «Блантера». Это вот «Колыбельная». Кстати, я ее пел, наверное, на курсе втором на каком-то академическом вечере. Да, много песен, ну вот, военные, песни военной тематики. «Катюша» – это потрясающая песня, замечательная. Ну, с этим, конечно, спорить абсолютно бессмысленно. Это действительно удивительная мелодика, и это история нашей страны. «Казачка» – это… Сотрудничество с зарубежными театрами. Насколько оно перспективно для вас? Я помню, что на Глайнбурнском фестивале я слушал оперу Гендаля Раделинда, и там в этой опере есть как раз партия для контртенора. Тогда блистал Андрес Шоль. Вот что с этим? Ну, пока я сижу здесь, у нас, в стране, я имею в виду, да? Пока вот мне нужно немножечко собраться и поехать на конкурс. Это вот для меня сейчас в приоритете. У вас задача – еще один конкурс международный, и вы уже выбрали, определились, что это будет за конкурс? Вы знаете, нет, я пока не определился, я пока определяюсь с репертуаром. Нет, конечно, конкурсы есть, их очень много, но я не люблю ездить на те конкурсы, которые, как я называю, попса, на которые все каждый год ездят, что-то там поют, наверное, я не знаю. Приезжают и уезжают, так, из года в год. Если ехать на конкурс, то нужно быть вооруженным и ехать на очень серьезные конкурсы, чтобы, ну, поучаствовать, заявить о себе. Ну, таких уже немного. Немного. Как минимум, как максимум точнее, но это два-три серьезных международных конкурса. То есть выбор-то невелик на самом деле. Ну, готовиться надо. Хорошо, но а какую временную рамку вы для себя определили? Вот дедлайн участия, когда это может быть? Этот год, следующий? Я думаю, что этот. Этот год. Этот, тире, следующий? Потому что не все конкурсы, они вот идут некоторые через два года, а некоторые там, ну, и как несовпадение получается. Вспоминая постановку Руслана и Людмилы в Большом театре, каково было участвовать в более чем масштабной постановке? Ведь тогда еще не было Фауста в Новосибирске. хватало ли нервов, сил, и каков был уровень нервозности на премьере? Нервов не хватало, силы, слава богу, я окунулся в Большой театр, буквально вот закончив ГИТИС, да, и попал вот в большой... Это подарок судьбы для меня был, да, когда я попал. Конечно, для меня все было. Хор, большущий громадный хор, солисты уже с именами, ну, нервы. Дирижер, режиссер Юровский, да, это... Дмитрий Черняков. И, конечно, для меня это потом только я поняла, почему я нервничаю. Ну, я, видно, переживал очень, что не смогу, наверное. Как соответствовать. Да, 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 да. Но не доставалось от режиссера-постановщика? Криков не было? Нет, вы знаете, Черняков, он не позволяет себе кричать на солистов, даже если что-то не так. Ну, как-то все так подойдет, объяснит, разъяснит, и все получается. Ну, пусть в вашей жизни, если и будут крики, то только восторга, восхищение. Вы этого заслуживаете. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня в главной роли Владимир Магомадов, победитель телевизионного конкурса нашего канала «Большая опера», приглашенный солист многих театров России. Вам низкий поклон, обязательно увидимся. Счастливо.